Руководитель отдела просвещения Буйнакского района Уважаемые братья и сестры, в первую очередь хотел бы всех нас поздравить священным месяцем Рамадан, месяцем прощения Всевышнего Аллаха, месяцем милости Всевышнего Аллаха, насчет которого посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, говорил Когда наступает месяц Рамадан, раскрываются врата рая, закрываются врата ада и заковывают дьявола в цепи. То есть это тот месяц, в котором нам Всевышний Аллах дает такую возможность, если человек, к примеру, занимался всю свою жизнь плохими действиями, совершал Харам, то в этот месяц человек может исправить все свое это положение. И также хотел бы немного рассказать насчет Таубу, насчет покаяния перед Всевышним Аллахом. Каждый из нас должен знать, после того, как он изучил те обязанности, которые Всевышний Аллах на него возложил, как Тахарат, совершение намаза, пост и так далее, человеку необходимо начать каяться перед Всевышним Аллахом. Если спросить, почему, вот мы знаем, есть такие слова Умар Асхаба, радуя Аллаху рангу, «Хасибу анфусакум кабле анту хасабу, вазину амалакум кабле анту зану». Вы взвешиваете свои дела, свои нафсы, вы отчитываете свои нафсы, пока вас не отчитали. И вы взвешиваете свои амалы, свои деяния, пока для вас их не взвесили. И если каждый из нас, после того, как изучил те обязанности, он начнет смотреть на свой нафс, изучать свой нафс, он увидит, что он тот раб Аллаха, который совершает грехи, как и внешние, так и внутренние. И каждый из нас полагает, большинство из нас полагает, что таубу, она ограничивается только словами «Астагфир Аллах». И чтобы человек, к примеру, делал таубу искренним образом, он же должен понимать, что такое таубу, какие у него условия, и как он его должен делать, чтобы Аллах принял его дуа. Имам Газали, рахматуллахи алейхи, в своей книге приводит, что таубу состоит из трех вещей. Это «Ильму», «Хал» и «Самодействие», «Фи'лю». Когда человек узнает, насколько мерзкие те грехи, которые он совершает, когда человек узнает свою слабость и то сильное наказание перед Всевышним Аллахом, у него появляется тот «Хал», то есть то сожаление перед Всевышним Аллахом за свои вот эти погрешности, проступки. И дальше, после того, как у него есть «Ильму», после того, как у него есть «Хал», то есть вот это сожаление перед Аллахом, у него появляется и фи'лю тоже, то есть действие. Это обращение к Всевышнему Аллаху с покаянием. Еще мы должны знать, что таубу, покаяние, это является обязанностью раба перед Всевышним Аллахом. Есть такой аят, в котором Всевышний Аллах говорит, «И вы каетесь перед Всевышним Аллахом, о правоверные, может быть, вы спасетесь, может быть, Аллах вас простит». То есть в этом аяте есть Амру Всевышнего Аллаха для нас, чтобы мы каялись перед Ним. Также в хадисе посланника Аллаха приводится, что Аллах радуется покаянию своего раба подобно, не подобно, а даже больше, чем тот раб, который заблудился в пустыне, уснул, и с этим человеком вместе была и провизия, и верховое животное. После того, как он уснул, когда этот раб просыпается, он теряет это животное, то есть его не бывает. И этот раб начинает искать это животное, пока не найдет, и после долгих поисков этот раб не смог найти и теряет надежду. Дальше он ложится, думая, что буду в этом месте находиться, пока не погибну. Засыпая на этом месте, он просыпается, когда он найдет вот это животное, когда будет перед ним, насколько этот раб будет радоваться тому, что он нашел свое животное с провизией. Чем даже это говорит Всевышний Аллах, больше радуется за своего раба, когда он делает тавбу. И виды грехов, мы тоже должны знать, что виды грехов бывают разные. И имам Газали, рахматуллаху алейхи, делит их на три вида. Первый, это когда человек оставляет те обязанности, которые Всевышний Аллах на него возложил. К примеру, совершение намаз, поститься и так далее. Если раб хочет сделать тавбу за вот такие погрешности, за такие грехи, то его тавба от этого будет, чтобы он возмещал то, что он упустил. Второе, имам Газали, рахматуллаху алейхи, говорит, это грехи, которые между тобой и Всевышним Аллахом. К примеру, человек выпивает. То для того, чтобы сделать тавбу от этих грехов, как мы сказали, у человека должно быть ульму, хал, это сожаление, и непосредственно действие, это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой простить этого раба. И третье, самое сложное, о котором говорит имам Газали, это грехи, которые связаны между тобой и рабами. То есть, к примеру, ты клеветал кого-то, делал гибат, занимался хулой, плохо рассказывал о каком-то человеке, о том, что ему не нравится. Тавбу от этого будет не просто обратиться к Всевышнему Аллаху, а тавбу от этого греха будет, чтобы ты попросил прощения у того человека. И также мы должны знать, что откладыванием тавбу это является грех, а конец откладывания тавбу это является несчастье. И к примеру, тоже приводят Иблиса. Мы знаем, первое, то, что он сделал, это ослушался Всевышнего Аллаха. А в итоге он был изгнан из рая. Пусть Всевышний Аллах нам поможет проводить этот месяц Рамадан в поклонении ему и совершая перед ним искреннюю тавбу. Поистине искреннюю тавбу является очень сложной вещью для раба, очень сложным деянием. И да сделает Всевышний Аллах этот месяц Рамадан самым лучшим в нашей жизни. Аль-Хамду лиллахи Роббил Алями.